ну вот мы слегка проснулись уже позавтракали на этой большой гостеприимной стоянке красиво есть так сказать оборудованные туалеты вот кое-кто у нас тут не может проснуться при всем желании хотя уже 12 часов дня у нас 12 часов дня просипайся просипайся пора вставать проспишись день рождения тоже конечно вариант я купаться позавтракали с юркиным вот так вот вот чего нас тут происходит при всем желании никто не хочет вставать в общем у нас дневка сегодня куда-нибудь пойдем далеко только пешком такие пироги у нас тут ну пойду я наверно купаться надо бодриться тоже салк ловят такая тропинку идет на пляж но стоянка просто чудесно наверно одна из лучших даже есть туалет главное у нас есть купалка вчера мы там уже купались это просто замечательно место оборудовалось столом костричем народ даже свечки оставил куда не нужно на белую ночь все равно забавно тут явно проводят какие-то ритуалы какие-то камни разбросаны кругом очевидно здесь проводят ритуалы шаманские языческие вот так вот тут выглядит это озеро превращается в еще одно вот еще одна такая мини стояночка где можно переодеться а вот собственно говоря озеро с таким вот заходиком относительно расчищенным от камушков в воду и можно поплавать водичка прозрачную чудесно никого кругом у нас нету вообще мы одни так что купаться можно голлышом мы никому не помешаем такие удивительные дела ну вот я искупнулся вода просто чудесная такая замечательная вообще можно просто фонарить прозрачная прозрачная просто великолепно все расстоянка вот такие вот светильники свечи для них средства от комаров все оставлено и вот такой вот фонарик вот такой вот у нас вид открывается в ту сторону купаться вот по этой кассе между так сказать двух озер провозь совершать сегодня с утра я видел уточку с утятами маленькими вот увидели такое вот удивительное создание с гнющими усами такие вот тут обитают интересные твари желтинка мы потеряли но мы его опять нас потом он готовится к взлету проверяем топлива заправку закрылки и все остальное да ups и улетел забавные животные стоянкой говорят есть шара в воде вот по этой дороге мы вчера заезжали тут сортир по моему целых видимо для тех у кого три попы сразу вот еще одно большого озерца вообще ряд с нашим лагерем вот там сейчас пойдем в горку вверх мы идем смотреть плотину бобров какие камушки типа отмечена тропинка таким вот замысловатым образом красивый вид здесь мы вчера спускались на машине нормально заедем пока нет грязи мы тут прекрасно проедем по дороге есть места примерно с таким же уклоном так что уж если доехали до сюда то думаю что есть смысл сразу спускаться хотя тут конечно есть типа парковка для тех кто боится спускаться вниз вот такая вот парковочка подозреваю что здесь есть тайные трупы но то мы их не знаем да и не хотим туда сейчас мы идем смотреть бобров сейчас по дороге будем смотреть непонятные костры я понимаю это фототипа с лабиринта с лизана который находится на словках кандалакш вот из этих лабиринтов какие вот камушки по дороге означающие маршрут вот мы видим очередные камушки и за поворотом нас ждет называемая митическая стоянка лабиринт куча костров в общем как назови интересная штука вот типа выложены камнями лабиринт костры 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 пить и угольником сатанинский культ или языческий в общем непонятно но факт то что вот они вот так идут не совсем понятно это непонятное место дорога кончается идет какая-то тропа карте google maps она обозначена типа дорога блин хорошая дорога че тут скажешь когда-то может было но давно и неправда дорога появляется из нас вот это часть дороги заросла очевидно это на месте странные пирамидки человечки это видимо человечек с чакрами или даже не знаю что это снеговик блин дорогу тут конечно когда-то было но это было давно и неправда забыл как это называется но там отлично горит вот такой типа лишайника порогающие сосенки на севера встречающийся как борода по моему борода какая-то называется интересная штука хвата можно использовать забери в какой-то древний через идем без тропинок такой старая-старая горелое дерево вот она это бывшая дорога потрясающе это было дорогой вам типа по ней разница дичайшим бурелом я будем подниматься в голову вот такое количество этих трений летает везде по всей вот товаре по всем здешним горам убив несколько сотен штук героически правда количестве не убавилось мы двигаемся дальше такие интересные сосны попадаются подгорелая молния видимо ударил дерево несмотря на это все равно выжила хотя и хорошо подгорела здоровая сосенка а вот подтверждение того что здесь едят слепные это лось погадил наверное высокогорная с бобрами горы все выше и выше на горы все круче и круче хорошо не помню мы сейчас в них полезем ну вот мы забрались на гору высота 339 метров сейчас пойдем вниз козер а потом обратно вверх вот оно озеро впереди красота вот дерево явно сбитые волны такие вот тут гроза такие вот рисунки образует горелое дерево когда выгоняет вот эти бобровые места однако видны и пиленные деревья странно с учетом отсутствия дорог и стоянок да озеро и в самом деле бобровое ух ты вот еще одно дерево в которое попала молния даже еще одно дерево просто какое-то притяжение вон еще 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 огромное количество деревьев которое поразило молния еще и еще куда ни посмотри везде деревья битые молниями а вот она бобровая хатка зерццо самое что ни на есть бобровая берегам не поступиться да а вон она бобровая хатка собственно говоря цель нашего сна на карелии птицы нас заметили и начали подавать условные сигналы всем какие дозорные человек идет человек идет сейчас посмотрим на какой мы находимся высоте о есть связь очень плохая но есть 322 метра пробовать болот для типа ближе к бобровой хатки хатки нехилый такой домик можно сказать почти человеческий рост интересно где сами бобры он да он бобровая плотина сейчас посмотрим что там течет ручеек и они чтобы был не ручеек а озерцо просто перегородили речку теперь здесь озеро из-за того что бобры просто перегородили речку вот собственно говоря характерно сгрызенное дерево в одной из косок это вот бобры постарали тропинка может бобровая а может и нет мы приближаемся к бобровой плотине вот эти бобры даже здесь пытались распилить но не допилили вот это плотина но моментально чё си уровень воды после плотина и до плотина я думаю что очевидно что разница есть так что плотина эффективно собственно удалось забраться на саму плотину вот она какая вот какой домик просто хать еще отгрохали нужно сходить на многоквартирный городской дом для бобров вот так вот водичка утекает вот такая вот красотища с попрами и все такое по-моему это следы каплют лося лосьон кого-то такого потому что звери сюда приходят на водопой очень похоже ну я думал что да это водопой лосей однозначно видны следы пробую охотку с другой стороны озера дайте думаю тоже не получится бобры старались абсолютно точно не получится можно увязнуть вход в хатку бобров находится под водой потому мы его при всем желании естественно не увидим вот бобры строят вообще-то эти здоровые хатки для того чтобы медведи вот не могли до них добраться зимой потому что тут зимой все промерзли дойти то можно будет надо вначале разгрести чтобы до них добраться разгребать до хрена потому они такие здоровые но опять же чтобы люди тоже не добрались основном все-таки от медведей камни здесь как и на товаре просто я бы сказал горячие то есть солнышко все-таки хорошо нагревает из-за этого у нас есть такой эффектного товаре то есть камни действительно на товаре теплые я бы не сказал что в этом виновата какая-то сверхъестественная сила скорее всего это просто солнце здесь они прямо-таки горячие находятся в ложбинке ветра тут меньше и соответственно получается что более хорошо они тут защищены красота ну вот теперь будем выдвигаться в обратную сторону мы устали вот пехать в гору не то чтобы тут сильно далеко но очень жарко и гора и обливаешься потом вокруг тебя роятся просто толпы этих кровососущих слепней подозреваю что их слышно даже на камеру вот в общем хорошего помаленьку сегодня у нас такой разгрузочный легкий день потому мы выдвигаемся в обратную сторону вот явно озеро высохшее плотину плохо держит похудилась ну какая длинная это была чтобы здесь воду держать и здесь но бобры обленились и плохо ремонтирует а на к тому уровень воды падает кто-то сто процентов тоже вовсе следы по-моему здоровая сюда видать тоже ходят на водопой вот почему упала вода кто-то разломал плотину даже положил деревяшку в первый раз я не заметил похоже люди решили осушить это озеро несмотря на то что бобры построили плотину интересно зачем это понадобилось главное как они сюда запекли в общем где-то там далеко есть конечно какая-то дорога но она далеко в общем это зря я на бобров гнул это люди похоже постарались спустили озеро вернее спускают такие дорогие и здесь тоже я не знаю может кто-то побрызать чем-то спускают может нам слишком много воды в общем чудеса да и только чуть лёд и с утра не знаю вчера с утра ходили лось вот такие пироги сделать иные следы сейчас опять поднимаемся в гору вот можно сказать сейт абсолютно интересный камень подберезовик не подберезовик что это не совсем понятно прямо на верхушке горы если идти от озера бобров к стоянке вот такая странная конструкция на подборках с камней чудеса да и только прямо на верхушке горы стоит да и тут есть сотовая связь хоть и плохенькая а высота 344 метра такие дорогие так вот мы покоряем камни Юра забрался на сейт проникся глубокими космическими силами да как это дядька вчера рассказал которые проходят и пронизывают тебя вот так вот мохли лишайник на березе растет полосатый который который для костров хорошо годится вместо трута мы все спускаемся с горы вот такие вот деревья попадаются вообще офигеть два сразу стали двойная молния спарила похоже оба дерева сразу вот так вот тут бывает интересно и опять абсолютно прямые поверхности как на той же самой вот товаре что такое непонятно сколько же этих слепни у нас все закрыто они кусают за руки за пальцы ну и за лицо так что вот так идем дальше вот тут был огромный булыжник в общем да местность тут вся такая не только гора вот товаров непосредственно на пещерке между камнями вот так Долго плутаем и вышли на тропинку. Прям магистраль. Можно сказать просто автобан, просто тех гор и камушков, по которым мы ползали. Сколько же вас жужжип-то вокруг. Ужас. Просто заедают. В общем, правильная тропинка к бобрам, вот она, начинается прямо от парковки перед спуском. Спустившись с горбы, сразу отправились в воду, чтобы смыть пот и отогнать адских слепых. Все, побежал. Всей группой везем в воду. Лепота, красота. Раз. Два. Три. Бобер. Ой, косичка. Пора. Ну вот, запалили большой костер, уже вечерело. У нас вечереет. Так что будем постепенно, полегонику, потихоньку дымить, коптить небо, чтобы комаров и комары наснижают. Потому что их очень много. С дымом все-таки их меньше. Сильно. Это помогает. Ну вот, товари, вот, принеслись вот товара. Заберем домой сувенверчик. Когость прям настоящий. Вот такой вот красивый камуш. Вот на сей раз мы пришли, когда вода спокойная и нет волны. И да, шар видно. Вот этот шар, который типа скинули туристы. А вот под воду. Вот интересный шарик. Стоял он, очевидно, вот здесь. Отсюда его скинули. Вот он накатился. Шар на самом деле, конечно, все-таки условно камень. С этой стороны видно, что он, в общем, не совсем все-таки шарообразный. Видно, что у него стеночка все-таки немножко другая. Так, конечно, да. Интересный камушек. Весьма примечательная. Красота. О, завтра мы уже будем уезжать. Сегодня у нас последний день. О, рыбки лавают. Завтра мы посмотрим гору смерти. Снаменитую гору, на которой погибли многие бойцы-партизаны в борьбе с свинами. Они воевали, заходили к ним в тын, устраивали диверсии. Вот. Потом их на эту смерть горефины зажали и убили многих. Деревья действительно странные и закрученные. Вот очередной пример закрученного дерева. Но я удивлен, почему нету раков. Вроде камни. Должны быть раки. Но их нет. Мы не видели ни одного. Бабушка жопа пришла. Здоровая. Бабушка жопа пришла. Ну вот, такая дорога от лагеря в обратную сторону. Она долго такая, но потом станет лучше. В общем-то много камушков. По дороге второй заезд на ДОТ-Товару. И на эту стоянку. Сейчас мы возвращаемся уже в сторону. Обратную. Ухак. Такой мост. Или что это? ДОТ. Укрепление. Интересно. В общем, по дороге обратно с этой стоянки мы пересекли с чем еще один брод. Товар 3 брода. Как бы да. Можем так сказать. Тут у нас получается 4. С учетом этого. Вот такой вот бродик. Вид из машины. В принципе, в планете проезжий очень глубокий. Так преодолевается. Сейчас едем на гору смерти. Заскочим. Она налево. Агемула обратно направо. Ну вот мы доехали до лестницы на гору смерти. Вот здесь вот погибли 4,5 тысячи бойцов во времена Второй мировой войны. И вот мы будем совершать свое восхождение наверх. По этим ступенькам. Ну тут недалеко. Ну вот эта гора называется горой смерти. А вот товары это отдельная гора. Многие почему-то их путают. Но это не так. Это гора смерти из-за того, что здесь погибло 4,5 тысячи бойцов в финской войне с финнами. В общем, наши не сильно молодцы. В общем, в очередной раз усеяли землю трупами из-за тупого управления. Из-за голода не хватало провизии. В общем, есть целая книга на эту тему. Название этой книги я, наверное, напишу здесь внизу в описании. Или, соответственно, прямо в ролике. Посмотрю там как удобнее будет. Вот. А мы поднимаемся наверх. Дороги народ сделал скамеечки. Но расстояния небольшие. Так что подниматься никак сложно. И вот это гора. Вот такой отсюда открывается вид. Вот такой вот, собственно, монумент. Вот здесь вот. И держали оборону. 5 тысяч человек. А снизу на них окружили финны. В результате правильных действий. Ну, более-менее правильных. Вот. Наши обошли финнов с боков одновременно с двух. Зашли им в тыл и ударили что с горы, что снизу. В результате их отбросили. Ну, в смысле, выгибили. Но таким образом они выжили. Оставшиеся бойцы этой дивизии. От 5 тысяч человек осталось 500. Вот. В основном виновата бездарное управление, которое бросило 5 тысяч человек без еды. В принципе. Им предписывалось идти на подножном корме. Что, конечно, принципиально невозможно. Карелия богатый край, может прокормить там. Четырех человек. Но она никак не может прокормить 5 тысяч человек, собравшихся вместе. Ни одна охота, ни одна рыбалка не обеспечит их провизией. Потому, конечно, руководство нашей армии не отличалось большим умом. Из-за этого и были такие большие жертвы. Вот так вот. В общем, подъемчик совсем небольшой. Вот здесь вот погибали. Наши бойцы. На обратном пути мы заснимаем разломанный мостик. Вот если ехать на хорошую стоянку, то придется преодолевать вот такое. В общем, конечно, это не здорово. Главное, не царапнуть дно. Сейчас попробую посмотреть, что там. Вот настолько разбитый мостик. Соответственно, по пути на Смертгору его тоже надо проезжать. Сейчас будем убирать бревна. Да, такие вот красивые черные стрекоски летают над ручейком. Но меня заботят вот эти бревна. В больном высоте они торчат. Периодами дорожка превращается вот в такое. В общем, дорогу с очень глубокими колеями. Конечно, проезжую, но... В машине с высоким артирницем. И опять же по лету. Да, потому что зимой, конечно, по весне ходит тут грязь. В общем, видно, что здесь происходит. Ну вот, доехали, да. Очередно до башка, которого мы уже снимали, и мостик. Сейчас будем переезжать мостик. Ну, такой мостик и переехать. Монитарно, просто никаких приключений. Мостик простой. Вот это вот уже основная дорога до развилки на вот товару получается. То есть это вот самый основной путь, который, чтобы попасть на вот товару, надо преодолеть всем. На мой взгляд, все-таки, учитывая то, что я оборвал железку, я бы не советовал ехать сюда на легковой машине. Хотя, если машина легковая с высоким клиренсом, типа нашего восьмерки, или чего-то такое, то, конечно, она проедет. Но... Тут, главное, большой клиренс. Потому что, конечно, уж очень разголбанная дорога. Большие глубокие клей. И высоко торчащие камни. Что самое противное. Вот еще один прекрасно отремонтированный мостик. Форсируем. Поехали без проблем. Теперь будут... Самое страшное будут брода. Распортилиллим. Распортилиллим. Трубора. Наспортилиллим. Восторг. По метраж. Распортилиллим. Восторг. Распортилиллим. Многомаги. Прискоть. Служить. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok